Интересно о важном. Компетентно об актуальном. Неожиданно об очевидном. Полезно для каждого. На стартовой площадке Радио России Псков. Радио России Псков. Это директора Дома детства и юношества «Радуга» Владислав Семенов. Владислав Борисович, доброе утро. Доброе утро. И доцент кафедры этномузыки Санкт-Петербургской консерватории, член жюри Евгения Рязькова. Евгения Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам в этот утренний и ранний час. Телефон прямого эфира 62 80 30. Уважаемые друзья радиослушатели, звоните к нам, пожалуйста. Может быть, напоете нам свою любимую какую-нибудь песню, фольклор. Колыбельная это или, может быть, из свадебного какого-нибудь ритуала. Мы это будем приветствовать. Итак, это уже 20-й Всероссийский фестиваль «Псковские жемчужины». Может быть, несколько слов о его истории и традициях, Владислав Борисович? Традиций фестиваля много, поскольку уже 20 лет за спиной история. Впервые фестиваль проходил на Пашкиногорской земле, где он, собственно говоря, почти все эти годы и проходит. Был период, когда мы, так сказать, переехали на Печорскую землю, поближе к границе. Но вот так сложилось, что мы вернулись все-таки к своим партнерам, Государственному музею Михайловска. И вот все эти годы вместе с работниками музея мы являемся организаторами, соорганизаторами, со-партнерами фестиваля. И у нас очень хорошее понимание, взаимодействие с членами жюри, со специалистами. И все, кто задействованы, так сказать, в организационной части фестиваля, ну, уже сложившийся такой костяк. Кому же пришла в голову эта идея проводить фестиваль фольклорный у нас, причем всероссийского масштаба? У всероссийского масштаба я думаю, что здесь встречные, так сказать, пересеклись желания. В то время мы вышли с инициативой на Министерство образования. Тогда было отдельное управление воспитания и дополнительного образования детей. С другой стороны, мы, как молодые специалисты, искали и себя. И вот нам было интересно заниматься традиционной культурой. И поэтому здесь наши интересы пересеклись и с консерваторией, и с центром. Тогда мы обратились к Анатолию Михайловичу Мехнецову, Галине Владимировне Лапковой. Евгения Сергеевна тогда еще была студенткой. И принимала участие в фестивале и конкурсе. Мы спросили, вот как у нас сложилась команда членов жюри, потому что мы уже так много лет друг друга знаем, и поэтому мы понимаем друг друга. Можно ли назвать «Псковских жемчужин» престижным фестивалем? Я могу сказать здесь однозначно да. Потому что я как все-таки преподаватель консерватории, да, очень много езжу и по стране, и с мастер-классами, на разные конференции, на какие-то семинары обучающие. И, в принципе, в большинстве регионов о фестивале знают, и знают не просто о фестивале, что вот он существует, а именно задают вопросу, да, вот мы слышали у вас такой уровень серьезный, да, к вам нужно так готовиться, нужно пройти какие-то местные отборы, что к вам приезжают действительно лучшие коллективы, яркие коллективы. И вот такое мнение о фестивале, такое реноме, оно уже сложилось за вот эти более чем 20 лет. И обычно коллективы, которые приезжают из других регионов, они настроены на такую тщательную подготовку ко всей программе фестиваля. Она очень разнообразна, потому что она включает и разные формы, да, музыкального фольклора, то есть это инструментальная традиция, и песенная традиция, и показ обрядов, да, и хореографическая традиция, и ремесленные какие-то, да, у нас есть конкурсы мастеров и научно-исследовательские работы учащихся. То есть здесь очень разные форматы, и суть в том, что каждый коллектив, он должен себя показать во всех этих направлениях работы. С чем это связано? Это связано с тем, что, в общем-то, мы поддерживаем традиционную культуру, а это некий целостный такой комплекс, да, невозможно оторвать в традиционной культуре пение от пляски иногда, да, то есть это взаимосвязанные вещи. Невозможно быть просто певцом, нужно обязательно уметь плясать, ну и так далее. Поэтому здесь, конечно, от коллективов требуется очень много предварительной работы, чтобы вообще соответствовать номинациям, которые заявлены в программе фестиваля. То есть нужна подготовка, если довольно серьезная. Номинации фестиваля, сколько их, какие, и менялись ли они из года в год, добавлялись новые? Например, «Сказитель» есть такая номинация, кто принимает в ней участие и что должен рассказать, собственно говоря? Вы знаете, номинации уже не сложились, все очень много, все, что есть на сегодняшний день в фестивале, это сложилось за эти годы, то есть все уже настолько отобрано и отточено в содержании, в организации фестиваля, что, ну да, конечно, появляются какие-то новые нюансы, моменты, и вот как в эти два последних года тоже какие-то особенности появились, Ну, номинация «Сказитель» это сложная, хотя сказать, в общем-то, как и каждая из этих номинаций, потому что здесь нужно представить устное народное творчество, и есть определенные особенности, нужно быть органичным, подлинным в том, что ты делаешь. Это несколько другое, вы знаете, да, что есть сценическая речь, сценическое конкурсы художественного слова, но в данном случае это очень отличительно от сценического воплощения тех же сказок, здесь должно быть совершенно другое звучание и другое представление этого жанра. Ну, как правило, вот «Сказитель» выходит на сцену, наверное, с гуслями, нет? Нет, вы знаете, конечно, в последние годы у нас стали появляться, и вот в этом фестивале тоже вчера мы наблюдали, молодой человек нам рассказывал «Былину», исполнял «Былину», да, и в последние годы этот жанр стал появляться тоже в устном творчестве. Это очень сложно. Это определенная манера исполнения, и некоторые исполнители используют инструменты музыкальные, но не все. Ну, здесь еще нужно сказать, наверное, о жанрах, которые у нас представлены в этой номинации «Сказитель». Мы ее понимаем достаточно широко, поскольку сюда могут входить, например, не только «Былины», да, вот просто то, что «сказительство», но это от слова «сказывать», «рассказывать», да, мнение повествовать. И, в частности, в этой номинации представлены бывают и сказки, и даже фрагменты репортажей, то есть те репортажи, которые записаны в экспедициях от народных исполнителей, например, как рассказы о праздниках, о прошлой жизни, как фрагменты воспоминаний. Как правило, участники стремятся работать со звуковой записью, то есть это не просто устное такое, не просто письменное восприятие слова, а устное восприятие слова, и попытка сохранить и местный говор, и диалект, да, интонацию, строй речи, темп речи, потому что сегодня мы знаем, язык очень интенсивно меняется, как и вся наша жизнь, потому что язык, он всегда отражает существующую, да, реальность. И вот здесь тоже есть такая задача охранительная, да, всё-таки сохранить старое звучащее слово в том числе, чтобы оно кем-то произносилось, да, в старом стиле, если так, может быть, обобщить, да, условно это так назвать, сохранением вот каких-то особенностей, да, разных говоров. Люди приезжают из разных регионов, когда, вот, например, едешь по России, всё равно слышишь эти отличия, мы все говорим на русском языке, но они у нас существуют. Да, разумеется, диалекты и говоры, они присутствуют, но, может быть, кто-то использует и древнерусский язык, может быть, старославинизм какие-то в своих поступлениях. Ну, насколько они включаются действительно в повествование, например, там, какие-то, может быть, духовные стихи, да, рассказы. Возможно, кстати говоря, интересный очень жанр, загадки, вот он сегодня уходит даже из педагогической практики, да, вот в советское время в детских садах очень много этому уделяли внимание, в школах. Сейчас этот жанр как-то так постепенно стал забываться, а вот в нём очень много пользы даже, да, развивающие пользы, не только с точки зрения сохранения слова, а вот образного мышления, стиля мышления, да, чтобы разгадать эту загадку, нужно обладать определённым представлением, образным мышлением и понять, что стоит, да, за этим кратким, ёмким определением. — Мы ещё вернёмся к номинациям. Владислав Борисович, а сколько человек участвует в этом фестивале в этом году? Сколько заявок вы рассматриваете, номеров? — В этом году мы получили без малого 300 заявок, 300 участников фестиваля. — Это много, мало? — Да, это много. Это много по объёму, это сложно, так сказать, извините за тавтологию, для переваривания, потому что это нужно всё отсмотреть, прослушать и иногда, может быть, вернуться ещё раз к исполнителю для того, чтобы и сравнить. И очень ответственно всё-таки для всех членов жюри не выплеснуть ребёнка с водой, что называется, поэтому нужно очень тщательно подходить к этому. — Возраст участников — это школьники, студенты? — У нас бывает так, что, ну, это редко случается, но бывает, что у нас и грудники участвуют. — Что же они делают? Что-то исполняют? — Ну, они приезжают с родителями. Дело в том, что традиция должна передаваться, и поэтому в коллективах разновозрастные ребята, и иногда сами преподаватели принимают участие как исполнители. Поэтому за годы фестиваля некоторые грудники выросли и стали уже преподавателями, имеют свои коллективы. — Преемственность поколений — это здорово. — Мы просвеживаем в этом конкурсе. — Что даёт участие школьникам и студентам в этом конкурсе? Мы уже сказали, что престиж, да, престижно победить и просто даже стать участником. Что ещё? Как по-вашему? — Ну, может быть, это высокопарно прозвучит, но это патриотическое воспитание в самом настоящем его, в самой его настоящей основе. Это любовь к тому месту, где ребёнок появился на свет, где он живёт, к его культуре. Бережное сохранение этих основ. Эти дети совершенно другие. Мы можем это совершенно уверенно заявлять. Они совершенно отличаются от молодёжи, которая рядом с ними. — Но далеко от фольклора. — Мы не даём оценку хорошую, плохую. Они совершенно другие, просто другие. — Откуда присылают заявки? Со всей России, из всех регионов? — Да, за эти годы, вы знаете, у нас от Дальнего Востока до Калининграда, из северных областей, с северных регионов до южных, в общем-то, охвачена вся страна. В своё время очень много приезжало ребят из Сибири, и школьников, студентов сейчас меньше заявок из Сибири. Но, тем не менее, и у нас Новосибирская область принимает участие в этом году, и Челябинская, и у нас Калининград в этом году. Традиционно у нас Вологодские ребята, и Челябинская область, и Пермский край, и Сибирская область. — Богатая, действительно, география. Есть какой-то предварительный отбор в финал, например, конкурса, либо все заявки сразу оцениваются в общей массе? — Вы знаете, мы за годы существования фестиваля входили в разные национальные проекты и поддержки одарённых детей. И наши ребята, которые прошли наш фестиваль, конечно, это, прежде всего, поклон нужно отдавать преподавателям, которые работают с этими детьми. Но, тем не менее, мы в какой-то части тоже сопричастны к тому, что дети были поддержаны на уровне государства определенными премиями, какими-то преференциями. Это им даёт и возможность поступать в высшие учебные заведения. И вот фестиваль, он входит в перечень мероприятий Министерства просвещения в этом году. И дети, которые становятся победителями фестиваля, они вносятся в национальный реестр одарённых детей России. То есть, это действительно престижно участвует в нашем фестивале и даёт какие-то для ребят дальше возможности к продвижению. — Ну, это хорошее портфолио, да, как принято сейчас говорить? — Да, да, да. — Давайте будем не только говорить, рассуждать, но и слушать. Есть у нас такая возможность сегодня послушать победителей, участников прошлогоднего конкурса. Вот сейчас прозвучит наигрыш в исполнении Андрея Кузьмина под пляску девушек с переходом под пляску парней. На основе экспедиционных записей этот номер подготовлен по Вологодской области. Послушаем и оценим, обсудим. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Мы продолжаем сегодня, друзья, в прямом эфире на Радио России Псков. Мы говорим о фестивале «Псковские жемчужины» 62-80-30. Вы можете присоединиться к нашему обсуждению, рассказать, может быть, что-то о своих семейных традициях, которые имеют отношение к фольклору. Ну, застольные песни, кстати, тоже фольклор, нет? Ну да, безусловно, они живут по законам устной традиции, они передаются внутри семьи, они существуют в определенном контексте, да, связанное с праздником, совместным собранием. И, кстати, ведь это тоже сегодня у нас уходит из нашего уклада жизненного. Да, появляется всякая караоке там. А ведь раньше люди собирались, многопоколенные семьи, за одним большим столом, и пели совместно, музицировали, делились какими-то переживаниями, событиями. Сегодня, конечно, мы всё меньше и меньше имеем таких возможностей. Евгения Сергеевна, вы в жюри уже давно, да, судить, как вы сказали, за эфиром нелегко. Но в этом году есть какие-то особенности? Видите, конкурс проводится дистанционно, ещё и усложняет, да, процесс? Вы совершенно правы, дистанционно проводится конкурс. С одной стороны, мы стараемся во всех ситуациях видеть и положительные моменты. И я, например, скажу о том, что сегодня коллективы представляют нам свои видеозаписи, и это очень важно с точки зрения жизни самих коллективов. То есть у нас сразу появляется такой видеодокумент. Ведь через каких-то 50, 70, 100 лет наверняка где-то и у кого-то, может быть, какая-то копия этого видеодокумента сохранится, а вместе с ним сохранится и то звучание, да, те песни, те пляски, те наигрыши, которые показывал коллектив, например. И здесь мы имеем возможность такой исторической какой-то, да, сохранить историю. Что касается, конечно же, оценки жюри, да, мы просматриваем присланные программы, присланные номера, но это совершенно несопоставимо с ощущением живого звучания, живого взаимодействия. Что такое традиция? Традиция меньше всего рассчитана на то, что есть слушатель, а есть исполнитель, да. В традиционной культуре все говорят на одном языке, все знают эти песни и все сопричастны, все соучаствуют, да. И в этом смысле, конечно, живое исполнение, непосредственный такой контакт, он, конечно, гораздо более яркий по впечатлению, сильный, и он позволяет как-то более тонко какие-то вещи почувствовать эмоционально. Все-таки экран он здесь разделяет, и это создает определенные трудности. Но, тем не менее, я надеюсь, мы вот вчера тоже допоздна работали, и какие-то видеофрагменты мы действительно перематывали, пересматривали, обсуждали тут же, да, делились впечатлениями и старались как-то вот не пропустить ни одного момента. Это здорово. Какими же качествами должны обладать участники, какие требования вы предъявляете к номерам? Вот основные. Чему они должны соответствовать? Да, прежде всего, наш фестиваль направлен на то, чтобы мы сохраняли традиционные формы культуры в их подлинном, неизменном виде. Что это значит? То есть нельзя выйти в кедах на сцену? Нет, нельзя выйти в кедах на сцену, надо стараться этого ни в коем случае не делать. Хотя возможности бывают у людей разные, обстоятельства разные, мы здесь, в общем, все это понимаем, но, тем не менее, есть некие ориентиры в том, как человек выглядит, как он одет. Он должен быть правильно одет с точки зрения традиции. В основном все наши ансамбли связаны с работой с экспедиционными записями. То есть это те записи, которые были сделаны специалистами, исследователями, или уже даже самими коллективами, непосредственно в экспедициях фольклорных, когда они работали в деревнях с мастерами народной песни, исполнителями на инструментах, перенимали непосредственно и записывали этот материал, или записывали его специалисты. И дальше их задача приблизиться к этому часто действительно мастерскому, эталонному исполнению, которую демонстрируют, ну, казалось бы, обычные деревенские жители, в которых, может быть, мы вот при первом знакомстве не заподозрим, что этот человек действительно мастерски играет на гармошке, действительно сложные наигрыши. Вот мы сейчас тоже один из образцов услышали, это чрезвычайно виртуозное, сложный наигрыш, виртуозное произведение. И огромного труда стоит вообще вот просто взять гармошку, чтобы вот так сыграть, и казалось, что это легко. — У нас есть тоже местный наигрыш, да, «Скабарь» называется. — Да, конечно, это эмблема, да. — И наверняка тоже не раз его присылали, да, участники фестиваля, конкурса, и у всех по-разному он звучит, по-разному исполняется. — Да, конечно. Во-первых, и сам «Скабарь» существует на Псковской земле вот в огромном количестве вариантов, но мы можем об этом судить, поскольку я имею в виду под словом «мы» консерваторцев петербургских, поскольку Санкт-Петербургская консерватория с 78-го года и до настоящего времени продолжаются экспедиции. — Продолжаются? Неужели еще остались носители культуры? — Да, знаете, вот мы буквально еще до пандемии выезжали как раз две подряд экспедиции летних, более месяца мы работали, в том числе в Святском районе, например. На границе со Смоленском работали, и действительно есть прекрасные певцы, прекрасные рассказчики. Ну и возвращаясь к «Скабарю», да, вот действительно мы записывали множество вариантов этого наигрыша, и он может быть исполнен и на балалайке, и на гармошке, и с пением, и под драку, да, в разных ситуациях он функционирует, этот наигрыш. И мы можем судить об этом, поскольку действительно вот фронтальные комплексные экспедиции — это такие экспедиции, когда мы выезжаем во все районы и области, в каждую деревню, и в каждой деревне мы беседуем со всеми людьми, кто вообще может, да, обладать такими знаниями, навыками, то есть стараемся не пропускать ни одного человека. За эти годы сменилось не одно поколение собирателей, и множество опрошенных исполнителей, и все эти материалы сегодня хранятся в фонде Фольклорно-этнографического центра консерватории. И, в общем-то, наша задача, чтобы они были не просто фондовыми материалами, чтобы они звучали. И в этом смысле вот мы параллельно здесь работаем с «Радугой» очень плотно, не одно десятилетие, как раз наши усилия еще помимо фестиваля, за программой фестиваля направлены на то, чтобы на Псковской земле были те фольклорные ансамбли, которые являются непосредственными преемниками этих традиций, которые осваивают эти песни, которые исконно звучали на этой земле, эти наигрыши, эти танцы, и сохраняют их в неизменном виде, как культурное наследие, как нематериальное культурное наследие, да, если использовать термин ЮНЕСКО, например. Да будет так, как говорится. А мы сейчас послушаем ансамбль не Псковский, а из Челябинской области. Это детский фольклорный ансамбль «Вереюшка». Хороводная песня, записанная в Челябинской области «Плетень, веся, завивайся». Золотой трубой начинайся, я вечер молода, из-за гор гуси гнала, из-за горы, из-за горы, из-за чистого поля, из-за сеннего моря девица шла гусей. Гнала, перегонивала, переманивала, Небала, теги госи домой, теги серые домой, Гуси не идут домой, теги не пойдут, Я сама гость, конца мосеренькая, За старым старичком, за садовничком. Плетимись, развивайся, золотой трубой расчинайся, Я вечер молода, из-за гор гуси гнала, Из-за горы, из-за горы, из-за чистого поля, Из-за сеннего моря девица шла гусей. Гнала, перегонивала, переманивала, Теги госи домой, теги серые домой, Гуси не идут домой, теги не пойдут, Я сама гость, конца мосеренькая, За старым старичком, за садовничком. Ну вот, чуть в пляс мы тут не пустились, Как и некоторые наши радиослушатели, Я в этом просто уверен. Друзья, мы продолжаем говорить о фольклоре И о фестивале «Псковские жемчужины». Скажите, пожалуйста, дорогие наши гости, В каких городах и регионах сильные коллективы исполнителей, Где вот эта самая традиция живет и процветает? Можно выделить какие-то, наверное? Вы знаете, я думаю, что сегодня в России Вот это фольклорное движение, оно очень сильно в целом. Очень много коллективов разных совершенно регионов, Которые занимаются именно сохранением Традиционной музыкальной культуры. И сегодня в каком... Наверное, большинство этих коллективов Имеют отношение к такой общественной организации, Как Российский фольклорный союз. И отделение сегодня существует в разных городах. Мы можем, наверное, говорить только о тех, Кто к нам приезжает. И действительно, это очень яркие коллективы. Например, из Перми к нам приезжают. Радольница, просто постоянный участник. Прекрасный, сильнейший ансамбль Также из Перми. Вечора, да, вот они представляют Традиции своего региона, Пермского края. Я могу сказать, что, Может быть, еще лет 15 назад Мы не могли так уверенно говорить о том, Что на Псковской земле Есть такие прямо вот очень сильные коллективы. Тогда это все еще начиналось. Но сегодня коллективы Гусельки, Виноградный лужок, Они составляют достойную конкуренцию Лучшим российским ансамблем Из разных регионов. У нас традиционно себя очень ярко И сильно показывают коллективы Из Вологодской области, Из Вологды, из Череповца, Вот в этом году еще из Шексны, То есть более такой местный, да, Ансамбль себя тоже очень интересно Показывает, ярко. И это тоже связано, как правило, С ситуацией в регионе. Насколько регион уделяет внимание Именно традиционной культуре, Насколько в нем ведется вот эта работа, Связанная с сохранением фольклорных традиций, С приобщением молодежи, Насколько это распространено, Сколько усилий образования и культура Прикладывают, да, И тем ярче, интереснее ситуация, Вот, и, собственно говоря, Сильнее коллективы и появляются. В предыдущие годы в рамках фестиваля, Я знаю, проходили мастер-классы, Творческие лаборатории. В этом году что-то подобное существует, Либо все дистанционно, И нельзя организовать. Дистанционно нам не мешает, Этого сделать, Правда, ну, не в таком объеме, Как это проходило воочию. Но, тем не менее, В прошлом году и в этом году Мы стараемся наполнить фестиваль Не только вот конкурсными материалами, А в задачи фестиваля Всегда входила образовательная часть Не только для детей, Но и преподавателей. Поэтому мастер-классы, Они всегда существовали, И в эти годы последние в том числе. Поэтому, да, члены жюри Показывают мастер-классы. Когда мы встречались в очной форме, У нас были годы, Когда и дети, коллективы Точно так же принимали участие И демонстрировали для всех мастер-класс. Что дает мастер-классы и лаборатории? Евгения Сергеевна, Вы тоже здесь проводите, да? Что дает участникам? Вы знаете, я бы сказала, Что это такой процесс, В котором и я в том числе являюсь И участником, и, допустим, Руководителем мастер-класса одновременно. Почему? Потому что, наверное, Сегодня никто не может сказать, Вот я точно знаю, Как в 21 веке сделать фольклор Для всех актуальным и востребованным. Я сомневаюсь, что найдется человек, Который вот так уверенно И безапелляционно это сможет заявить, Потому что даже сегодняшний мир, Сегодняшняя культура Очень много и быстро изменяется, Много впитывает, Много изменений происходит. И в этом смысле мы все время Находимся в диалоге. Педагоги работают с детьми, Они делятся теми проблемами И сложностями, с которыми они сталкиваются. Мы ищем какие-то общие решения. Ведь сегодня задача у нас Не просто сделать, Например, со сцены, Да, какой-то красивый фольклорный номер, Вот чтобы все на него посмотрели. Суть-то не в этом. Суть в том, чтобы мы все обладали Каким-то знанием собственной культуры, Прежде всего, пониманием собственной культуры. А для этого мы должны все Соучастниками стать этого процесса. И понимать, откуда наши собственные корни. И здесь очень важно Нам вместе с руководителями ансамбля И искать не просто формы даже каких-то Да, и педагогических приемов, И, безусловно, каких-то методик, А как научить этого ребенка плясать, Как воспользоваться традиционной педагогикой, Как ее применить сегодня. И это тоже. Но и такими более широкими, что ли, задачами, Более широким кругом вопросов, Потому что все время мы понимаем, Сегодня молодежь интересуется вот такими-то проблемами, Вещами, направлениями в искусстве, в культуре, Или вообще какими-то субкультурами, Которых сегодня масса. И вот как помочь тем детям, Которые заинтересовались традицией, Собственно, не быть изгоями в современной действительности, Каким образом им с этим знанием, умениями и навыками. А они действительно очень талантливые дети, Потому что предполагается, Что они обладают целым комплексом. Они и пляшут, они и владеют инструментами, Они сами делают себе костюмы, Они пишут исследовательские работы, То есть они обладают огромным количеством навыков и знаний. И как вот этим детям сегодня тоже удержаться в современном мире. Поэтому у нас постоянно происходит диалог. И на самом деле не существует одного какого-то однозначного здесь подхода. Мы должны все время как раз взаимодействовать и понимать, Что происходит, что будет, если вот мы проводим фестиваль, Мы создаем какую-то среду, например. У них есть возможность увидеть, Ага, и в Новосибирске, и в Перми, и в других регионах Есть такие же ребята, вот они владеют нечто подобным, Чем я занимаюсь, например, в Псковской области. Есть возможность общаться, Они действительно потом начинают дружить, Переписываться, создается вот некая такая молодежная среда, Которая живет общими интересами, По крайней мере, которая опирается на На понимание ценности того, что нам дает культура предшествующих поколений, А не на отрицание. И это очень важно. Евгения Сергеевна, вы уже давно в конкурсе, Но вы продолжаете для себя делать открытия? Конечно, конечно. И вот вчера у нас такой, знаете, был случай из живой практики, Наверное, да, жюри. Несколько раз мы пересматривали записи инструменталистов. Почему? Потому что очень сложно решить, кто лучше. Оба участника, не буду сейчас называть, Поскольку еще итоги не все подведены, Мы находимся, да, в процессе обсуждений. Они мастерски владеют инструментом, Прекрасно исполняют наигрыши. И фактически мы встаем перед проблемой, А какой же нам вот выбрать образец для того, Чтобы наградить первым местом? И мы понимаем, что мы фактически выбираем уже не между участниками, Потому что каждый из них действительно очень хорошо подготовлен. А между традициями, да, но это недопустимо этически, да, То есть мы понимаем, мы не можем сказать, Что там череповецкая традиция лучше, чем тамбовская. Они просто разные, и каждый обладает своей спецификой, Своей ценностью. Конечно, здесь нам пришлось неоднократно вернуться и обсуждать. И это такой всегда очень живой процесс, Живого включения в материал, пересматриваешь, думаешь, Как оценить, как приемы игры оценить, Насколько они все традиционны, Чей арсенал ярче, интереснее. Кто интересно мыслит музыкально, Варьирует постоянно, не повторяется в процессе игры. То есть очень много таких тонкостей. Да, и меня заинтересовали в этой связи номинации Под названием «Мастер золотые руки» и «Реконструктор». Давайте, может быть, на них подробнее остановимся. Расскажите, пожалуйста, Это что они собой представляют, И что должен номинант прислать вам на конкурс? Какие материалы? Для непосвященного человека кажется, что это одно и то же. Да, может быть. На самом деле они отличаются, Поскольку реконструктор предполагает воспроизведение, Создание реплики того или иного объекта, Которым, значит, по направлению, которым он занимается. Например, костюм. Например, костюм, да, того или другого региона. Повторение, попытка реконструкции этого костюма. Или украшений, или каких-то деталей. Ну, а «Мастер золотые руки» — это, в принципе, тоже сохранение традиции, Но приближенное, как можно ближе, собственно говоря, к основам. Он должен изучить те ремесла, которыми он пытается заниматься, Какие бытовали в его регионе, И попробовать воспроизвести это. В фестивале носит название «Псковские жемчужины». В этом году вот такие яркие жемчужинки встречались, Когда вы рассматривали номера. Что зацепило взгляд, может быть, профессионала? Расскажите каждое ваше мнение. Да, конечно, у нас каждый фестиваль, есть ряд открытий. Вы знаете, бывает такая ситуация, Несколько лет мы, например, рассмотрим, Коллективы стараются, если они хотя бы один раз участвовали, Приезжать вновь. И мы видим их динамику, это очень важно. И вот мы понимаем, что, например, Несколько лет подряд у нас был лидер непревзойденный, Например, в номинации «Лучший танцор». Действительно, здесь очень сильный уровень, Виртуознейший показывают, например, Не только псковские ребята, но и вологодские ребята. Вологодская земля очень сильна именно Своей плясовой традицией, плясовой культурой. И живы до сих пор народные исполнители, У которых можно учиться и перенимать сложные дроби, Сольную пляску. И мы понимаем, что, да, вот есть такой лидер, И пока его никто не может, Допустим, несколько фестивалей подряд, Его никто не может... Это как в спорте, получается, чемпион. Да, практически, да, 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 совершенно верно. Особенно любопытно за парнями наблюдать. Как они растут, у них такой состязательный дух, Они самоутверждаются, да, Они хотят все быть лучшими. А вдруг через несколько лет, вот смотришь, Был какой-то мальчишка, который вроде как Еще так начинающий, И потом в какой-то момент он показывает Новый прекрасный результат. И в этом году у нас действительно в номинации, Я скажу, инструменталист, В номинации танцор, Но опять же, мы пока не имеем возможности Назвать имена ребят, Обязательно это сделаем. Я думаю, сменится лидер, правда, Выслав Борисович? Да, да, да. По моим ощущениям. У нас есть открытие в номинации Сольный исполнитель, тоже есть открытие Среди вокалистов, Ребята, которые подросли И сейчас себя очень уверенно и ярко показывают Как исполнители. И, кстати говоря, иногда Открытиями становятся совсем юные участники, Дети, которые показывают совершенно невероятные И непосредственность, которая свойственна детству, С другой стороны, уже и уровень мастерства, владения, Умение преподнести тот материал, Проникнуть в его суть, донести, Это очень интересно. Поэтому я думаю, что у нас как раз сейчас Мы находимся в такой момент фестиваля, Его истории, когда сменяется какое-то поколение лидеров, Наверное, вот так я бы сказала. Да, мы давайте еще послушаем один номер, Фрагмент его, это будет Ольга Зинина, Псковская участница, Наигрыш на гуслях Камаринская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Просто о них самые юные и возрастные. С 14 до 18 лет включительно, и 19-25, это уже студенты, предполагается, что это возможно те молодые люди, которые осваивают уже профессионально, собственно говоря, уже получают профессию в высших учебных или средних специальных заведениях. Ольга, кстати, уже студентка колледжа культуры нашего, и она, правда, занимается несколько другой специализацией, но не перестаёт заниматься традиционной культурой. Каким образом, есть постоянные участники, я так правильно понимаю, которые переходят из категории в категорию возрастную? Ну, вот, Евгения Сергеевна уже сказала, что мы обладаем тем счастьем, что мы, поскольку члены жюри одни и те же работают, мы видим, как растут дети на наших глазах, как они из совсем маленьких превращаются в лебедей. А потом некоторые из них становятся нашими студентами, консерваторцами, поступают, выбирают от своей профессии, начиная как любители, достигают определённого очень высокого уровня и становятся нашими студентами. 31 числа, да, будут подведены итоги, мы всем участникам желаем успехов, а я благодарю за то, что к нам сегодня пришли организатора фестиваля, директора дома детства и юношества «Радуга» Владислава Семёнова и доцента кафедры этномузыки из Санкт-Петербургской консерватории Евгению Рецкову. Спасибо вам, а всем нашим радиослушателям хорошего дня, до свидания. Продолжение следует...